Вообще я в музыке с трех лет. Раньше в основном пел. В то время знал все песни на Изюсян и Герман, потом Софии Ротару, Аллы Пугачевой. Но Павел Паповиченко не только поет, а еще пишет свою, космическую музыку. В этой электронной программе все инструменты. Павел легко может играть даже одной рукой, например, на барабанной установке. Допустим, хай-хэты, металлические тарелочки, главный барабан, который самый большой внизу стоит. Малые барабаны, которые по бокам у барабанчика стоят. За свою музыкальную карьеру он записал более 80 композиций и 6 дисков. Павел часто выступает на городских мероприятиях и благотворительных концертах под псевдонимом DJ Pro. Среди первоуральских музыкантов у него много друзей. Один из самых любимых коллективов – группа «Инди-небо», для которой он даже сделал клип. Павел инвалид с детства. Медики сразу сказали его маме, что ребенок родился с церебральным параличом. Но с трудностями в этой семье справились. Несмотря на то, что у Павла хорошо двигается только одна рука, он получил специальность секретаря и освоил машинопись. Мне нравится сидеть где-то в офисе, печатать какие-то документы. Интересная работа, я считаю. Последней его страстью стал керлинг. В него играют не так, как обычные спортсмены. Тут не пользуются щетками. Поэтому, чтобы попасть в цель на льду, главное, чтобы рука была твердой, говорит Павел. Сейчас житель Первоуральска уже метит в сборную команду области. А ведь раньше, когда-то он просто сидел и смотрел соревнования по телевизору, рассказывает Людмила Поповиченко. Если он перед собой ставит какую-то задачу, какую-то цель, это не Павлик будет, если он это не сделает. Пусть не сразу, пусть пройдет даже пять лет, но он этого все равно достигнет. Людмила говорит, учила сына быть сильным. Так, чтобы, несмотря на физические ограничения, он мог все делать сам. И сейчас вот я ему, вот надо ему что-то. Я говорю, пожалуйста, у тебя такая телега, садись и вперед. Павел признается, он не домосед. Каждый день куда-нибудь выбирается на своей моторизированной коляске. Например, на рыбалку или в гости к другу на другой конец города. Кстати, он опытный водитель. Еще в 90-е учился в автошколе и даже получил права. А три года назад впервые выехал на дороге. Вот на таком вот транспорте. Поначалу было сложно. Говорит, доставалось от автохамов. Первый год, когда я начал ездить на коляске, иногда было. А потом, я часто в городе появляюсь, люди как бы уже привыкли. Люди узнают, рукой машут, некоторые сигналят. А в последнее время к нему все чаще подходят на улицах. Павел говорит, что открыт для любого общения. Он известный общественник. Несколько лет назад начал бороться за то, чтобы городская среда стала доступнее для людей с ограниченными возможностями. И твердо намерен добиваться этого. Ведь многие препятствия он уже преодолел. Жизненный принцип, не знаю. Наверное, помогать людям, подсказывать им что-то, если, допустим, кто-то чего-то не знает или не может. Или хотел бы научиться, но не знает где и как. Спасибо. 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 Спасибо.